здравствуйте мои дорогие друзья сегодня мы опять встречаемся в моем огороде я очень рада приветствовать вас на моем канале вы на канале ellen brook и мы и предлагаю сегодня с вами посадить на зиму чеснок и я знаю что у многих уже снежные сугробы на дворе но все-таки у нас в европейский части еще нормально из осенняя погода и поэтому еще можно посадить чеснок перед наступлением холодов снегов и морозов чем я и предлагаю вам сегодня заняться и покажу вам как это правильно делать и поделюсь всеми с нашими секретами и так давайте же побыстрее приступим к делу а еще скажу вам перед этим кого интересует и у меня на канале вышло видео о том что нужно а вернее чего не нужно делать с осенними опавшими листьями в саду поэтому кого интересует обязательно загляните на канал я оставлю для вас также ссылочку и посмотрите полезную информацию на тему опавших листьев я уверена что многие из вас об этом не знали и поэтому воспользуйтесь нашим опытом а сейчас бежим сажать чеснок и так если посадить чеснок осенью то он будет гораздо быстрее расти ведь именно осенью в земле больше влаги а значит это облегчит уход за посадкой при осенней посадке лучше использовать крупные зубцы это гарантия более крупных голов почву нужно заранее приготовить и поэтому заправить ее перегноем или торфом но не навозом поскольку тогда головки вырастут рыхлыми мы также удобряем почву хорошо перегнитым компостом перекапываем и вот приступаем к посадке чеснок любит очень любит хорошо заправленный грунт тогда он растет лучше и лучше плодоносит как вы видите мы натягиваем шнурочек чтобы все было ровно и хорошо и вот так вы значаем луночки для посадки на одинаковом расстоянии между зубками следует оставить промежуток в не менее 8 сантиметров а сами зубки заглубляют примерно на 4 5 сантиметров в грунт чтобы вырастить хороший урожай моркови рядом можно также высадить чеснок луковая муха может напасть на чеснок но и отпугу отпугает морковь это одно из самых удачных сочетаний на огороде для посадки выбирают самые крупные головки а после разбирают их посадочный материал с облетевшими чешуйками лучше не использовать а перед самой посадкой зубки можно замочить в слабом растворе марганцовки на 15 минут высаживать озимый чеснок нужно на солнечных участках лучше всего после томатов баклажанов и перца знаете что нельзя сажать чеснок после лука и картофеля так как вредители будут размножаться быстрее также нельзя сажать его после удобрения навозом как я уже вам вспоминала раньше меняйте место посадки чтобы почва не теряла полезных свойств также помните что осенью нельзя нельзя удобрять составами в котором в которых содержится азот это способствует росту листьев что неблагоприятно для зимнего периода азотные удобрения можно вносить по весне также для посадки лучше всего использовать только здоровые и хорошо отобранные большие зубчики чтобы мороз не побил озимый чеснок его нужно утеплить для этого можно использовать солому слой которой поверх посадок должен быть не менее пяти сантиметров также можно использовать опавшую листву вот мы посадили наш чеснок обильно его поливаем друзья мои я надеюсь что нас об наш опыт был вам полезен и вы последуйте нашим советам если же у вас есть какие-то другие секреты в этой области обязательно пишите в комментариях как делаете вы что нужно поправить нам и делитесь своим опытом всем будет очень и интересно а также полезно поскольку век живи век учись как говорит мудрая народная пословица я надеюсь все таки что это видео было вам полезным если так поддержите меня обязательно пальчиком вверх заглядывайте на канал посмотрите другие видео на тему сада и огорода у меня в основном есть видео на тему нашей теплицы которую мы два года назад поставили своими руками на участке так что посмотрите и тут как она себя ведет она из пластиковых труб и прикрыта пленкой поэтому мы очень не довольны и все плюсы и минусы вы также найдете у меня в видео на канале а также мои друзья у меня множество полезных советов полезных и вкусных рецептов путешествий и влогов о жизни в польше поскольку здесь я проживаю поэтому от всего сердца приглашаю вас быть постоянным гостем на моем канале всего вам самого-самого доброго друзья успехов во всем и до новых встреч пока пока а